Союз Женщин Республики поможет собрать детей в школы не только родителям из Коми, но и города Ровеньки Луганской Народной Республики. Помогает им в этом региональная ячейка «Единой России». В рамках традиционной акции «Собери ребенка в школу» малообеспеченным и многодетным семьям купят школьные портфели и канцелярию. Все подробности знает мой коллега Павел Королев. Волонтерские центры «Единой России» одну за другой заносят увесистые коробки. Внутри 101 рюкзак. Организаторы признаются, сначала хотели собрать сотню в честь столетия Республики и женского движения Коми. Но решили, что пускай на один ранец будет больше. Ведь для детишек из Ровеньков лишними они точно не будут. В рамках акции первые, кто откликнулись, это женское движение Республики Коми. Вот сегодня мы можем видеть 101 ранец, полностью укомплектованный канц с товарами. В некоторых ранцах есть даже сладости и игрушки. Мы надеемся, что это очень будет приятным подарком нашим школьникам, которые сейчас находятся в городе Ровеньки. Не секрет, что сборы детей в школу неплохо так бьют по кошелькам семей. Каждый такой ранец с канцтоварами обходится в районе 2-3 тысяч и закупили их на деньги членов Союза Женщин Республики. К слову, в 20-х числах августа в Сыктывкаре ожидается десант-представительниц прекрасного пола из Ровеньков. В рамках него будет подписано соглашение о сотрудничестве с женсоветом подшефного города. Вот в этот период времени мы готовы их принять. Предложена очень большая, очень такая интересная, насыщенная программа. Опять-таки, в зависимости от того, что они выберут и что они хотят, с чем они хотят познакомиться. Но самое главное – это то, что мы подпишем соглашение. И вот сегодня, пока мы общались, у нас уже родилась одна идея. Если нас её поддержат, то мы организуем такой выезд в Ровеньки. Тетрадки, ручки, портфели, а вместе с ними и книги, которые жители Коми собирали для библиотек Донбасса, отправят гуманитарным грузом уже 24 августа. А это значит, что к 1 сентября ребята из Ровеньков будут готовы.